Ну что, друзья, вот Килиманджаро. Это наши счастливые лица, холодные. А это Килиманджаро. Вот, вот зачем мы сюда приехали. Увидеть и показать вам эту гору. Нам, друзья, сказали, просто сразу фоткайтесь, останавливайтесь, бросайте все, иначе через несколько секунд может зайти солнце и все. Зайти солнце, зайти тучки и все. А обрати внимание, что мало этого, ледника. Да, очень мало ледника. Ну вот она, Килиманджаро, поздравляю вас. И нас тоже. Ура. Красота неописуемая. Привет, привет, друзья. Привет, доброе утро. Доброе утро. Он учился на сафари. Как это называется? Куропаточки, я думаю. Нет. Как это слово? Вич наим? Гинефо. Гинефо? Гинефо. Надо перевести. Подписать. Молодцы. Сегодня большое длинное сафари, аж 9 часов. Хух. В Амбаселе. Все еще Амбаселе парк. Длинное сафари. Мы с Килиманджаро увидели полкан. Килиманджаро вы уже увидели. Круто. Тысячи тысячи лет назад он тысячи тысячи лет, он уже спит. Когда-то он извергался. И все, что здесь вот камни, большие и маленькие, это вот выбросы были из Килиманджаро. А сейчас он спящий, но никто ему не мешает проснуться. Но вот ледник, он тает и тает наверху, на вершинке самой горы, он тает. Но со временем что-то будет иное. Так что мы счастливы. Я, по крайней мере, счастлива. У меня тоже наверняка, что мы увидели Килиманджаро. Ура! Ура! Вот мы на Килиманджаро. Это очень-очень круто. Как это мы на Килиманджаро? Ну, Килиманджаро зови нас. Где-то сколько? 60 километров, скажем. От этой точки до, вот если по прямой, 60 километров. И очень хорошо видно эту гору. Сейчас мы вам покажем ее. Вот. Зачем все приезжают в Амбаселе. Амбаселе. Привет. Ну что, хорошая новость. Все еще видно прекрасную гору Килиманджаро. Но смотрите. Она уже как бы покрывается облачками, да? Да, прибывают и прибывают. Все больше и больше. Да, туда было. Было что-то такое. Ну, красивый вид. Красивый вид, действительно. А плохая новость, мы уже вот час едем, точнее час едем. Мы видели только несколько пумбочек, ну, бородавочников и... Двух страусов. И двух страусов. Что-то вообще, смотрите. Зелени нет. Сюда вообще звери приходят. Я вообще сюда не пришла. Ну, вообще, как бы, да, вот вчера мы слонов видели, там побольше животных. Ну, вот мы выехали из отеля в 7.30, в 7.50, с чем-то мы уже были здесь. И пока вот голая-голая дорога, ну, и много костей валяется, но мы их вам не показываем. Ну, может, просто с детьми смотрите, там дети испугаются, поэтому... Контент в 18-м. В 18-м это когда львы кекс сделали. А так, ну, в принципе, ну, ладно, найдем пару приличных косточек, покажем, конечно. Ну, вон косточки небольшие. Вчера буйвол лежал с дороги. Вот такая черепуха. Нет, мне косточки даже еще. Ой, кто это? Кто это с львы? Целое животное. Кто-то вдалеке, очень далеко. Вот, наверное, за ним эти джипы и наблюдают. Ах, вылезет? Нет? Слайон, да. О, это льва, наверное. Слайон? Да, это лев. Ой, красавчик повернулся к нам и уходит. Ой, это маленький. Прогуливается с малышом. Ой, это король лев и симба. Нет, что это мужчина будет с малышом. Ага. Прогулка льва. Вот он гордо гуляет по саванне. Там же двое. Один лежит, по-моему, с ней. Ага. Он перешел, он и сейчас опять лев. А это девочка лев? Я отсюда вообще плохо вижу. Это девочка лев? Я надеюсь. Ну, короче, лев это с гривой, а вот девочка она лысая чуть-чуть. Спасибо. Вот бинокль есть. Два льва лежат, два мужика. Это интересно. О, наконец-то мотор заглох. А то иногда еще Мозос начинает ехать. Это вообще не очень удобно вам снимать. Ага, они лежат и смотрят в разные стороны. О, один вообще улегся, чтобы его не видно было вообще. А один еще там что-то. О, иди посмотри. Ну, чтобы вы понимали, все очень далеко. И, наверное, вам очень размазано. Ну, вот бинокль Наташа говорит, хорошо видно? Ну, так, нормально. Сейчас понаблюдаем чуть-чуть бинокль. Ну, вот честно, только я пожаловалась, что вообще ничего не видно. Ну, вот, да. Вот даже трава пошла, посмотри, она выше. Их уже не видно, они легли. Ну, да, не такая Савана уже, не такая полая земля. Такая без ничего. Поинтереснее уже. Реально они лежат спинами друг к другу. Один в одну. Вот, наш гидклетт, нужно подождать. Да, он встанет и пойдет гулять, потому что жарко уже. Да, гид был прав. Да, это лев, но у него еще мало шерсти. Молодой, может, лев. Так, и куда он идет? Одет, одет. Я что-то не поняла. Все, он уже встал и пошел гулять себе. А второй лежит? А я даже сама не вижу. А, второй вот лежит, он слева, очень далеко. И смотрит на... Зарылся трошки. Да, и смотрит на того. Еще греется в ванной, еще принимает. Сел, 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 сел. Сел, красавчик и смотрит. Вот, ну вот, в эту сторону. О, добычка. Стоят ли эти? В камере уже раздваивается, к сожалению. А ну, подожди, знаешь, что он делает? У него пасть открыта, знаешь, что жарко. А, красавчик. Пасть открыта и дышит. И все это на фоне божественного Килиманджаро. А знаете, он серого цвета. Он, вот это все его тело практически серого цвета. То ли он в чем-то, то ли он линяет, то ли что. И пасть просто открыта не закрывается. И вот нету, как вот это в мультиках, такой прямо аж, этот, как он гриваннее, он поменьше. Нет, надо валить отсюда. Где-то на метрах 100, да, 150, 100, наверное. Да ты что, это больше. Больше? Ты что, а то 200, наверное. У вас, я прикинула, как я бегу 100 метровку? Не, я думаю, 100 метров. До льва? Да. Дотронуться и назад? Оглядывается, оглядывается. Ну, максимум 150, 200 здесь нет. А то 368. Ты посмотри, лежит тут и все. Вот такая тваринка отсекала. Во-во-во-во, что-то махает головой. Уже, слава богу, стало теплее. Потому что, помните, мы выезжали, у нас просто было одето все. Мы накинули пледы. Сейчас пледы уже спустили, все уже лежит. Ну, через кофту даже бежали. Просто жарит солнце. Очки одели. Если будете на сафари, обязательно кепка, бандана, закрыть лицо, пыль на очки и крем солнцезащитный. Ну и вода. Идет, идет, идет. Как так дороги идет? Ну, может и нет. Вот там уже ребята включили мотор и едут спиной, чтобы его, наверное, как-то взять. Но с другой стороны и лев тормознул. Ну, ребята, вы что? Он оглядывается на того, идет ли тор. Вы завели мотор? Да, да, сейчас поедем. Я гоу. Мы решили ближе подъехать. Один лев и второй уже тоже начал идти. Вот там вот. Точечка, это лев. Ой-ой-ой, теперь точно 100 метров. Да, вот сейчас уже более-менее. Первый, вот этот ведущий. Извините за трясучку, но вы же понимаете, какие здесь каменюки на дороге. На того оглядывался, оглядывался. Ой, ну давай, ну ты идешь, дружбан. Вальяжно уже встал. Ну, ладно, ладно. Боже, я стараюсь вам камеру держать. Ну, простите, трясет типа. Ой-ой-ой, что-то бежит. И маленькая что-то там бежит рядом с ним. Пумба, пумба, пумба бежит. И пумба такой. Ну, король лев. И я твой пумба. А лев офигел даже. Он не понял, что это такое. В смысле? Встал, а там где-то пумба бежит, килиманджаро. Я не знаю, видно ли вам. А не видно, пыль там прямо. Справа по диагонали. Пумба такой, ё-моё. Я думаю, мы его напугали. Он встал уже, смотрит сейчас. Почему мы так строго стоим? Не, он все равно сейчас будет уходить. У него пасть просто, ну, ему жарко. А где же здесь озеро, чтобы напиться? Так он не напиться, он уходит куда-то... И вон второй, он дружбонар. Далеко, да, я поняла. Да. Смотри туда, пожалуйста. Трава тут небольшая, чтобы вот сейчас целый день жарить. Ой, и вон трупик лежит, извиняюсь, животного. Прямо, вот-вот-вот. Возле нас практически. Уже кто-то... Ой, и пумба такой, ё-моё, ну его нафиг. А пумба далеко уже. Пумба где-то вот там вот уже ускакала. Вот туда, вот вон пумба. Я думаю, лев не будет даже этой пумбой заниматься. Не, он не будет заниматься пумбой, но главное, чтобы он нами не занимался. Так, а второй... Да, а второй тоже идут, так эти головы нахрылыми, так вниз. И прямо, знаешь, как изнуряющая жара. Вальяжно так. Нет, это вот, вот это не вальяжно. Вот это им тяжело. Им печет очень. Ну да, жарко. Я уже скинула кенгурушку, у меня через кофту с длинным боковым печет. Так оно просто жжет. Я же говорю, не печет, оно жжет. Ну, конечно же, мы не будем останавливаться и скидывать сейчас. Ой, такие бумбаньки сзади. Тынь-тынь-тынь-тынь. Это я в бинокль смотрю. И хвостик. Тынь-тынь-тынь-тынь. Я представляла львов в такой грибах, знаешь, что-то. Во-о-о, метро Голденмайер, да? А тут у них такие, это, не очень русскишная грибка. Первый светлее, реально, какой-то серый, серый-серый. Продвигаются они к дороге. Нет, это сзади, это там каменюк. Я думала, зебра лежит. Мы едем, львы идут. Между нами уже метров 70. Я не знаю, если они разбегутся, запрягнут ли они к нам или нет. Я надеюсь, нет. Он говорит, нет, мы должны подъехать так, чтобы просто подождать, чтобы они пересекали дорогу. И джип тоже стоит с нами сейчас. Сейчас вот это вот ребята второго джипа стоят с нами. Прекрасная Килиманджаро, покрывающаяся уже облаками. И вот эти вот грациозные кошечки. Так, а ну, когда трогается с места наша машина, реально можно подлететь. Потому что нам надо объехать. Не, я понимаю, я просто говорю, почему трясет. А, все, просто впереди еще две машины едут, и они нас просто тупо заблокированы. И подъезжает еще одна машина. По рации передали, едет еще машина. Да, да, одна, и там еще дальше. И вот уже все едут, еще там четыре едут. О, сейчас просто все на хлебное место едут. Он такой стал. Такой, да ребята, туристы. Что вы от нас хотите? Сейчас развернуться и выйдут. Такие, да? Не, они не пойдут, они там жарко. Все, обогнали уже чуть-чуть другой джип. И стоим, смотрим, наблюдаем. Ай, тут неважка. Кошечки. Ну, вот это и есть цель сафари. Просто замеретьте и смотреть на животных. Вот этот второй идет, он такой страшный. Слушай, у него морда, у него ушки и щечки желтые, да, песочные, а сама морда хрязно-серого цвета. Вот это от носа к глазам. Ну, он такой страшный какой-то. Я увеличиваю, не знаю, видно ли, надеюсь, что-то видно. А этот симпатичный, на мордочку. Они просто разные. Это первый, который ждал своего друга, сказал, ну что, идешь ты, воротан. А тот такой нехотя. Ну, да. Ну, ладно, иду я. Хибо хочешь, мусышь, да? Ух, какое-то движение сделали сейчас такое, фыркнули. А вот это левы идут, где тут вот один первый. Наташа видео себе снимает. И второй. Два больших льва. Ну, все, теперь 50 метров между нами. Я надеюсь, лев позавтракал. Ну, сейчас не будет. Я очень надеюсь. Ох, да, второго я теперь вижу близко. Действительно, такой у него личико. Личико? Да, такой он, ну, это бойцовый лев какой-то такой. Какой, второй? Да. Ну, второй он не... Он страшный, реально. Он страшный. Он реально, вот у него морда почему-то вот из-за этого темноты, наверное, черноты, он страшненький. Львы идут, а мы за ними едем. Да, тут надо... Тут просто сейчас 20 метров, не вру. 20 метров до льва. 20 метров, ты думаешь? Да. Ну, в принципе, очень близко. Ну, ему все равно. Сколько грамм, наверное, это... Вот, они на водопойчик идут. Ну, я так думаю, что... Потому что там вода очень близко. Объехали мы две машины. И все правильно, как Наташа и думала. Львы шли на водопой. Они просто упали. Класс. 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 Такого я точно никогда не вижу. Да, вот это в парке Амбас Эли. Скажу вам сколько, ну, метров 50 сейчас. О, ок, окородненько. Ой. Ну, тут вообще до 50. Может, еще больше. Где-то метров 40-50. И выпьют водичку. Слышно, как чапка, нет? Да. Ой, смотри. Ой, смотри. О, попереду. О, попереду. Животное лакает. Слушай, а я думала, что они стоят и пьют. Опускают морду. Ага, дурных немае. Плюхнулось и пьет. Вот такая красота. Ах, смотрят на нас. Что вы делаете? Да, классно в бинокль понаблюдали уже так. Минут 10 стоим. Ну, здорово, конечно. Этот, который постарше, справа, он не прекращал пить. Пьет и пьет, пьет и пьет. А там же еще земля прохладненькая от воды. Хорошо, и солнечко зашло, отдыхает. Да, да, да. Сейчас ту облачка. Калиманджаро уже все больше и больше. Это внизу не видно уже. То была долина видна, там зелень была видна. Все, поднимается. А интересно, сейчас, которая сейчас уже... 9.26. Калиманджаро уже вообще плохо видно. Наверное, через сейчас уже не будет этого. Ага. Как вчера вот так вот было. Просто все облака закрыли. Вот водитель рассказал, что здесь очень чистая вода в Амбаселе. Хотя Амбаселе сам очень сухой. И сюда именно животные приходят попить. Вот мы удачно заехали и льва увидели. Это же вода, скажи, из Калиманджаро идет. Да, вода идет из Калиманджаро. И даже очень много птичек, смотрите. И сам Калиманджаро уже очень-очень покрывается облачками. Да. И если же из Калиманджаро, то все будет выжженная земля. Ну вот, смотрите, рыбный орел. Рыбный орел? Да. Фиш игл, как сказал гид. Наверное, тот самый, который был на Наиваше и ловил там рыбку. Да, 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 он кушает рыбку, да. Ловит рыбку и... Только здесь никто не подбрасывает. Тут приходится все сам-сам-сам. Ну вот, кстати, косточки. Обещали вам показать. Вот они. Честно, здесь больше костей и трупов, чем животных мы видели. Очень много. А чего вон гуси? Смотри, египетские гуси. А внизу, если вот, да, сняла? Ага. Смотри, как река прямо бежит. Сейчас покажу. Ой, это вот запашок идет. Течение. Ну, в принципе, не прямо там. Ужас-ужас. А гуси такие. Там орел сидит. Тут уже косточки. Видно, вдалеке. Боже, я сама уже вижу эти косточки. Раз, два, три, четыре. Там много-много. Мы животных здесь меньше видели, чем костей. А вот слоник. Отдыхает, загорает в этом озерце-болоце. Он просто там утоп. Представляешь, какая там утопа? Помните, как они шли, когда мы были первый раз здесь, и утопали? Он просто лег. Теперь он напоминает гиппотама, который зарылся и нас ждет. С древушками-юшками. Обмакивают. Мы проехали чуть-чуть, чтобы занять лучше место. Возвращаемся к слонику. Слоник просто лежит, спит. Птички возле него сидят. Как на бочке лежит, да? Или это не такая? Что-то он даже шевелит. А птички уже подошли и начали его доставать. А у него такая аккуратная. А у него такая аккуратная. Смотри, 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 смотри. Плес, стоп, стоп, стоп. Ну, не ту гоу. Ну, вот выбрали мы место получше. И слоник уже как бы встает немножечко. Играется с птичками. Ой, смотрите, мужик вышел. Не, ничего так себе. Ну, то, что львы там где-то метров 200 нормально, да? Да. Окей. Ну, не жалко. Так, ну, может он хобот вот сейчас выбросит так на птичку интересно. Он только что выкинул, но у меня не получилось. Зафиксировать. Ну, вот встает, красавчик. А поняли, где он лежал, да? Красота какая. Просто его лептички уже начали немножко подзадалбывать, трогать. Либо надоело лежать. Хотя здесь хорошо сейчас. Нет, потому что птички прямо так мешают. Ну, скакали по нему. Ну, скакали. Что ж такая плюшевая мишка. Ну, бивни огромные реально. Где-то метров 100. Ну, так нормально. Ну, мужик вышел, встал, не знаю, кто ему разрешил, действительно. Это, может, водитель. Ну, на свой страх и резко. Что, у водителя есть контракт, что их не едят львы? А, ну, тут можно. Представляешь, просто всем разрешишь, никто ж не нет пока. Не, не надо. Не загонится. Уже будут пешие прогулки и уже трупы туристов лежать. Ну, и что-то кушать. Ой, класс, прелесть. Какую-то травку. Прекрасный такой слоник. И птички гоняют возле него. Слоник все кушает. Уже пеликанчик подплывает. Хоть деловай с района. Доставка, доставка почты. А, это тут вода. Водопад прямо за нами. Как хлопну ушками. Только отъехали от слоника. Вот начинаются красивые журавли. Королевский или с короной. Краун и крайн. Так, вот они где-то в метрах в 15. И не испугались машины, что самое интересное. Кстати, да. Обычно они такие нет. Ой, какие красивые. Не, не улетели, не испугались. Как вам, Амбас Эли? Классно. Вот, едем. Нам дорогу переходит Антилопа Гну. А не знаешь, почему? Немножко ускорили. Расскажи, да. Они тусуются с зебрами, потому что у них памяти вообще нет. Они не знают, куда идти, зачем. Ну, зачем идти, понятно, за едой, за питьем. Но вот, а как это сделать, они не знают. И вот это, когда он один, это, наверное, потерялся. Так что, ну, может, кто подберет, то и будет. Вот это Антилопа Гну. А у вас есть знакомый Антилопа Гну в коллективе? Пишите в комментах. Не, не, я не могу. Вот в такую озерную местность мы уже въехали. Вот видите, на Килиманджаро. Даже его уже и не видно почти. Остановились. Тут такая красота. Уточки плавают. Озеро. И этот вот большой такой, не знаю, ну, это не пеликан, конечно. Сказали Голиаф. Голиаф называется, но, наверное, аж какое-то местное название. Что про птичку Голиаф я не слышала. Оно красивое. Оно же такое красивое. Это как журавы, да? Надо потом пилон, он сказал. А, пилон, Голиаф. Надо перевести. Ой, а ути-ути черные. Ну, Килиманджаро почти закрылся уже. Сейчас вам обзорочку всей местности. Шикарно, да? А он стоит, этот Голиаф, да? Голиаф пилон. И ждет Давида. Ну, что он? Он прячется, его нет. Он пеликан полетит. Кто-то летит пеликан. Вот, пеликан. Ну, погибай. Ха! Пеликан. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok